Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Казахстане медработник. На сегодняшний день коронавирус зарегистрировали уже у 120 врачей. Как они могли заразиться и кто из них больше всего рискует здоровьем? Ирина Панфилова нашла ответы на эти вопросы. Сегодня в казахстанских клиниках с коронавирусом борются порядка 16 тысяч медиков. Несмотря на то, что врачи неустанов стоят на передовой, количество заболевших продолжает расти. Ряды пациентов пополнили и люди в белых халатах. На сегодня зарегистрировано всего 120 случаев заболевания среди медицинских работников. Из них 67 случаев среди медицинских работников, которые непосредственно оказывали медицинскую помощь лицам с подозрением на коронавирусную или уже заболевшим. Один находится в тяжелом состоянии. 7% или 9 человек расценивается как средней тяжести. Остальные 57 человек легкая и бессимптомная форма заболевания. По словам инфекционистов, медработники могли заразиться в поликлиниках. Больные ковид, сами того не подозревая, приходили на прием. И их лечили от обыкновенной простуды. А между тем болезнь прогрессировала. Также в зоне риска до сих пор находятся и работники обычных стационаров. Где вообще никаких связей с индивидуальной защитой, они и не думают. И если даже они используют, возможно, что они используют не совсем правильно. И вот такой самый главный фактор для всех врачей во всех отделениях, это неправильный мытью рук. Неправильный или недостаточный мытью рук. Вот он может ходить и в скафандрах, и в очках, но если он неправильно моет руки, все, это источник инфекции. Он заражает и себя, и окружающих. По словам Динагуль Баешевой, реальную причину массового заболевания врачей сегодня выясняет Минздрав, расследуя каждый случай в отдельности. На сегодняшний день в Казахстан завезли более 90 тысяч тестов на коронавирус. В первую очередь тестирование смогут пройти медицинские работники. Между тем, за время пандемии инфекции успели подхватить тысячи людей в белых халатах по всему миру. Самая большая цифра в Италии. Коронавирус выявили у более 10 тысяч врачей. Свыше 1700 медработников заразились в Китае и больше 600 инфицированных в Турции. А в США персонал больниц даже выходил на акцию протеста. Напомним, медсестры одной из лечебниц Нью-Йорка жаловались на недостаток средств индивидуальной защиты. Ирина Панфилова, Хабар, 24.